я пытаюсь сообразить как отсюда выехать друзья мы с вами наблюдаем выезд из аэропорта выезд связан с тем что нужно заплатить за парковочку так значит а вот я вижу уже я вижу уже это место вот мы с крыши мира аэропорта точнее выезжаем так 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 дебет кредит все дела так 4 не тут не то окно открыл сейчас вот у нас окно вот у нас тут челка есть вот посмотрите друзья запихиваем билет все теперь будет он говорит что-то он должен нам сказать он должен дать нам рисит какой-то а он будет заплатить надо это ты знаешь как она устроена то все заплати говорит а я думал и так часто очень ты ему туда он тебе рисит нет нет рисит не получается значит чтобы был рисит надо карточку дать найти была такая загадка детская ведь чтобы спереди погладить надо сзади полизать это про почтовую марку вот и сейчас нам выдали рисит когда его вы вытаскиваю в этот момент открывается вот это будем все друзья мы уезжаем мы покидаем это доброе место сейчас закроем окно чтоб нам не было холодно отвык отвык думал без денег пропустится ну ладно я так хочется верить в лучшие друзья хочется верить в доброе бесплатное так как какие у вас планы первоочередные вот приехали вот сняли вы квартиру сейчас заселимся чего будем делать вот завтра проснете с утра что будете делать пойдем за забронированным автомобилем автомобиль взяли в аренду надолго на десять дней так или на неделю за время которое мы будем стараться отвезти на поиск квартиры ой квартиру вы за два-три дня найдете это не вопрос тогда останется еще немножко поездка как говорите громче тут шуршавая дорога так вот так как все наверно то то есть это в банк снять квартиру так местную сим-карту это все ну банк и сим-карту это вы можете все завтра прямо сделать вот да это такой план на завтра как раз а из долгосрочных планов конечно вот квартира машина какую квартиру вы хотите квартиру небольшую конечно небольшую недорогую как все ну типа у вас есть прикидка какая-то что это варк бедрум другая дробь занятую цену скорее всего вам бедрум а цену как там по разным говорят и сайт тот же крыль из человек который здесь уже сколько-то прожил который вот так приезжал он говорит 2 500 нам стоил вам бедрум 2 500 вам бедрум да где-то вот в районе ну если хотите мне сегодня позвонили тут с одного апартмент комплексы там есть наши ребята они меня знают вот они говорят что есть квартира не 2 500 а 2 300 но она ту бедрум но с одним туалетом и это значит что вы в принципе можете еще там консерву бейтами взять дешевле будет если хотите ну вот мы пока подумаем посмотрим хочется все таки ну что-то подешевле потому что был расчет изначально там 1500 1800 но но квартиру вы не снимете за эти деньги за 1500 можно комнату снять в доме там допустим но чтобы квартиру это очень сложно вот в общем надо будет поглядеть что ну осваивается да у нас небольшой опыт снимания квартир то есть когда вам сказали что вам бедрум за 2 500 вы подумали что наверное можно и за полторы не не это за полторы это удавалось посмотреть там полгода назад на каких-то вот сайтах крыль из-то или ну да да такое готово ходили что на полторы 500 долларов давайте базе где пришлем ключ я потом исчезаю ну да было было такое ощущение поэтому ну хотелось на 1800 а так мы понимаем и надеюсь вроде я думаю что 1800 вы возможно что эти найдете но может быть не 800 а может быть 1850 плюс потом заплатите что-то за ну там добавится электричество там еще что-то и там где-нибудь ближе к двум возможно возможно хотя сейчас время такое не в вашу пользу сейчас в рост идет к лету вот ну ничего страшного это мы да узнали поэтому тоже хочется квартиру ну где нам просто идеально уже на первое время найти чтобы у нас было не две машины чтобы соответственно маша могла добираться на ну короче чтобы кто-то из нас смог добираться до своего места учебы работы на своих ногах или на велосипеде это хорошо и к сожалению кто-то второй скорее всего будет вынужден добираться на автомобиль а почему маша которая тестер хочет вдруг в школу идти да почему вот вот как вы объясняете мысль жены я думаю потому что и это интересно такая чтобы работала чё да хочется я так понимаю что это более интересное направление просто не до сих пор не очень понимал чем занимается маша сейчас даже на работе торги я когда увидел просто слова тестер у вас и смотрю о партовка партовка в мирском и что-то тестер и говорю маша ты же вроде по тестированию это когда было ну то есть мы уже там года два на тот момент встречались и разумеется я спрашиваю где маша работаем его в принципе довольно много разговариваем мы обменялся всякой информации вот но я не мог это осознать потому что маша начинала объяснять это довольно сложно для меня маша что вы такое сложное там делали расскажите я вот объясняю все просто а вы сложно мне тоже кажется что я довольно простая мишка маша скажите но громко тоже камера здесь микрофон здесь значит скажите громко вы чего вдруг решили учиться они допустим работать и сразу многие удивятся скажут маша уже работает так чего ей учиться у меня просто довольно узко было направленность работы регрессионное тестирование в основном это были саб системы вот эти слова саб системы чего ну корпоративной информационной системы на базе сабы а если ты я думаю сабы я думал под системы какие-то сабы то есть вы сабы тестов я уборил расширить да мы вас расширим будь здоров хотя такие тоже есть вот как саби тестеры тоже есть это отдельный такой мир понятно ну хорошо а вы по-английски как маша технически надо подтягивать а какой не надо бла-бла-бла можем хорошо а вот такой традиционный вопрос как вы себя видите там через пять лет кто кто из нас ну давайте вы на первом сиденье сидите на я потому что помню ваш хороший длинный ответ на этот номер не длинный наверно укладывается у профессионал того минуту полторы вот поэтому я вижу себя тем кто ну вот че часто отвечаю делают что-то правда интерес не важно здесь это по-другому скажет человек который здесь начинал работать я просто прихожу я знаю я смотрел вакансии осмотрел резюме осмотрел ребят которые занимаются тем же чем и я то есть на разных уровнях на разных позициях вот я просто понимаю что сейчас мне надо идти я там три позиции на 4 выше и мне надо идти на четыре позиции ниже в своей профессии потому что люди знают и работают с инструментами с которыми я не работаю не сталкиваюсь просто российском рынке потому что их нет мы лет на три года мы точно отстаем какие-то инструмент конечно бывают могут просто по технологиям все там бета все интересные форматы это вопрос именно инструментария да то есть инструментарий опыта в нем потому что у нас очень важно потом ты работал с этим и с этим с этим ты цене чем человек который 7 5 во лбу он может быть гений очень там коммуникабельно отличный человек который может продавать клиенту свои идеи придумывать как какие-то тоже интересные подходы и стратегии но вот у него просто нет опыта он не знает как один инструмент работы ты не использовал их вот это как раз получается я то есть я с некоторой стороны работал но у нас же есть там грубо говоря одна часть рекламы это контекст рекламы из яндекс и google вот 50 50 а здесь google яндекса нету если бы мне повезет пойти в компанию которую где требуется позиция с специалистом на русский рынок чтобы контролировать русскоязычный там не связывается не уже приехали уже занимаетесь конечно хочется прям погрузиться вместо а youtube у вас там никак нет youtube очень бодро то есть youtube это как бы часть гугла да да получилось ну что ж а вот вы уставшие расскажите как вы ехали как полетели сколько времени были в полете у нас начало 12 часовой лос-анджелес то есть москва лос-анджелес сели и полетели 12 часов ну это комфортно покушали там аэрофлотом чем литера флот сейчас нормально кормят или тоже экономит так ну как-то в общем покушали так дальше а самолет есть фактически россияне летят с россияне самолет был полный битком россияне полным самолетом летят в лос-анджелес дальше дальше вы на между рейсами три у нас наверно ушло внутри часа это немало но вас пашмональ там а вам сказали был там пол вот и книгу на нам сказали просто и найдется каждому могут сказать а вы же гринкарты не хом к сожалению сказали в следующий раз как ну мы немножко там хлопот доставили потому что вместо это вот мы указали адрес для гринкарт это ваша школа да и вместо видимо вот что там у нас должно быть лос-андес да там лос-анджелес и хорошо нас спросил человек и маша-маша мы очень разные люди мы вот сходимся в каких-то общих вещах но маша она очень внимательно в любом состоянии и она хорошо услышала не придал этому значение когда человек когда вы хотите получать там что указали в таможенной декларации потому что я указал то вот квартир где мы на 10 дней да и ты либо то что у вас на конвертах лос-анджелесе это куда-да-да конверты конверты все хорошо а потом маша там что какой лос-анджелес подбежали правда все хорошо по портовка обиды скол только в лос-анджелесе а как как же так вот так то есть кто-то совершил описку и поэтому они утащили там других людей мы дали ему телефон адрес написал на бумажку ну хорошо то есть хорошо что четыре часа все таки ну да хорошо когда время есть когда несешься это не очень приятно ну что же хорошо прочитаю из лос-анджелеса там даже и не кормили там час лёту да нет но нам очень поздно понравились ориентирование теле бюджин да и бюджин америка а что там их очень интересно построен процесс ознакомления со всей полетной информацией что можно делать что нельзя делать они записали просто клип да они танцуют поют все показывают в этом клипе так и какой-то такой вот развлекательной интересной манере все подается а места посадочные там были или как в трамваях где сел там сидишь так хорошо но там русская вещь была самолете ни одного вообще люди как-то так хорошо они не разговаривали почти ну после плачущего ребенка периодически в 12 часов в аэрофлоте был хорошо так вы перед полетом в москве там пошли куда-нибудь на красную площадь там куда сейчас ходят вообще мы у нас была свадьба подруги которые приурочил подготовил к нашему отъезду потому что мы сказали о том что мы уезжаем людям так постепенно и мы по-моему сказали ей в январе а в декабре потом позже ее нынешний муж сделал предложение и они скорее скорее чтобы успеть до нашего отъезда сделали свадьбу и соответственно мы успели посетить там пару знаковых мест для молодых и там какие вичи места скажите знаковые для молодого молодожого получилась так как классика и не классика там красная площадь была сзади от собора волосе на василия блаженного да как василийский спуск так а такое оно современное место это офисный квартал на белорусской то есть там несколько таких офисных зданий и в общем ощущение где как будто там в сети лондон находишься да ты что то есть прям там потрясаю да не в москве так вот в наше время как будто не в москве это был центр международной торговли на красной пресне вот это было как будто не в москве да там было все такое иностранное деревья пластиковые стояли внутри это было так необычно вот заходишь здание там где деревья это точно да ну не сочи не сочи так вот это собственно так мы то есть вы на самом деле с оказией прошлись по памятным местам это незнакомые мне места я здесь не езжу сам то есть мимо езжу а так а так нет а почем вещь почем стояние на в таком можно сказать привилегированном месте палалка это очень приблотненное место сколько стоит ночь ох все наверное помнит маша комната 60 сушки так это немного 60 долларов ночи ты можешь как совсем не немного это вода один из двух по моему дорогих вариантов которые нашли потому что остальное от 100 и выше 42 11 написано да а у нас 42 31 это как устроена нечетные номера справа и четные слева поэтому значит мы едем тут все должно быть правильно сегодня у нас день исследований дорожных и придорожных не ни одно место в которое мы ехали не далось нам сегодня легко 1170 я еще заправлялся вдруг я вижу бензина совсем нет так ну посмотрим давайте смотрим где нам удастся увидеть какой-нибудь номер не надо туда уходить так сейчас мы его найдем все друзья я выключаю камеру мы на месте